А сейчас у микрофона Александр Галич. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот опять я сижу перед микрофоном, говорю с вами. И опять представляю себе ваши дома. На Профсоюзной, на Аэропортовской, на Малой Бронной, на улице Чекалова. И думаю, кто из вас сейчас, сегодня слышит мой голос? Если кто-нибудь слышит, может быть, расскажет другим. Здравствуйте, мои милые. Мне хочется рассказать вам историю одной моей песни. История эта забавна тем, что придумал я эту песню в конце 50-х годов, а написал ее лет 15, если не больше, спустя. Идея этой песни возникла таким образом. В конце 50-х годов мне довелось, наконец, побывать после огромного перерыва в городе моего детства, в Севастополе. Когда я туда приехал, к сожалению, города я не узнал. Он был весь разрушен во время войны. Отстроен заново, отстроен вот так вот, как строят теперь по-современному. Ну, очень похоже на все прочие города Советского Союза. И я бродил по улицам, не узнавая этих улиц. Единственное, что было прекрасно по-прежнему, это бухта севастопольская. Это весна крымская. И я выпросил разрешение, это разрешение было не так уж просто получить. Я выпросил в райкоме партии, в горкоме партии разрешение поехать в Балаклаву. Так я был в то время именитым гостем в театре имени Луначарского, в главном театре города, была премьера моей пьесы. То мне это разрешение было дано, и вот на горкомовской машине я поехал из Севастополя в Балаклаву. Была весна, как я уже сказал. Были в цвету глициньи июди на дерево. Восхитительные персиковые деревья. Это удивительная крымская весна. Мы ехали дивной дорогой из Севастополя в Балаклаву, и вдруг на каком-то повороте этой дороги, заслоняя горизонт, заслоняя море, заслоняя цветущие глициньи и персиковые деревья, вырос перед нами, установленная какой-то куча бетона, огромный, как я уже сказал, загораживающий небо и море плакат, на котором было написано «Превратим Крым в цветущий город-сад». Это было нечто совершенно невообразимое. Это было настолько оскорбительно, настолько глупо, настолько несообразно ни с чем, что я просто даже оторопел. И потом я много раз, встречая всевозможные плакаты с загадочным содержанием, я удивился тому, сколько же времени, сил, денег, материи тратится на это бессмысленное словосочетание, которое не несет в себе никакой информации, никакой мысли. Вспомните все это, миролюбивую политику партии правительства одобряем и поддерживаем, добьемся решающих успехов в таком-то году пятилетки. Вспомните всю эту чушь, которая ежедневно, ежечасно, ежеминутно обступает нас со всех сторон. И вот тогда мне подумалось, что хорошо бы написать об этом песню. И написал я ее, как я уже сказал, много лет спустя, в 73-м году, незадолго уже перед тем, как я навсегда уехал из родной страны. Песня называется «Кумачевый вальс». Хоть на месяц сбежать в мелколесия под московной условной глуши, где в колодцы воды хоть залезся и порой весь день не души. Там отлипнет язык от гортани, и не страшно уже, а смешно, что калитка по птичьей картаве дребезжать заставляет окно. Там не страшно, что хрустнула ветка по утру под чужим каблуком, что с того эта ж просто соседка принесла мне кувшин со молоком. Но улыбно здесь, над платформой, над антеннами загорбленных дач, над березовой рощей покорной торжествует все тот же Кумач. Он таращит метро и буковы, он вопит и качает права, только буквы расчертовы куколой не хотят сочетаться в слова. Миру мир, миру муть, миру мура, миру миг, миру мак, миру мер, и выникает в бессмыслицу хмуро участковый милиционер. Облеченный секретной задачей, он и ночью, и пасмурным днем наблюдает за некой удачей, за калиткой, крыльцом и окном. Может, там куролесец достатка, может, контр и полный блядеж. Кумачевый блюститель порядка, для кого ты порядок блюдешь? И себя выдавая за знамя, но древко наклонив, как копье, маскировочной сетью над нами Кумачевая плещет тряпье. Так неужто ж из берега леты мы увидим, как в звездный простор поплывут кумачевые ленты. Миромиг, миромуть, миромор. И вы знаете, когда я поселился в Норвегии, я решил выписать себе советские газеты с тем, чтобы, так сказать, быть в курсе того, что происходит у нас в стране. Я подписался на газету «Известия» и на газету «Литературная газета». Но должен вам сказать, что информации большой из этих газет я, естественно, не получаю. А, пожалуй, они являются скорее средством от ностальгии. Так вот, затоскуешь, прочтешь газетку, и как-то на душе становится легче, не так тоскливо. Вот, например, я беру одну из последних газет «Известия» и читаю в передовой, которая называется «Инженерная служба села». Читаю такую фразу. Совершенно очевидно, что местные советские хозяйственные органы должны более внимательно относиться к инженерным кадрам села, добиваясь, чтобы инженер-техник-механик был занят прежде всего своими основными обязанностями. Понимаете, просто отрыб берет, когда читаешь подобную мудрость. А чем еще он должен заниматься? Почему этого нужно добиваться? вот такими удивительными словосочетаниями, блочными, не несущими в себе никакой мысли, переполнены наши газеты, переполнены наши радиопередачи и окружают нас со всех сторон в виде совершенно немыслимых, ничего не значащих лозунгов. Вот об этом мне сегодня и хотелось вам рассказать. До свидания, дорогие друзья. До следующей нашей встречи. У микрофона выступал Александр Галич.